Здарова ребят, с вами Илья, это Игра День и новый выпуск новостей о мобильных игрушках. Сегодня будет очень горячий выпуск, ведь мы поговорим о новой Call of Duty Warzone для мобилок и рассмотрим еще несколько весьма интересных проектов. Ребят, как обычно, гоу лайки, давайте поднажмем, соберем тысячу лукасов и это будет просто замечательной для меня мотивацией сделать новый выпуск новостей. А так, не теряем время и поехали! И начнем мы сегодня с игрушки Soul705, и это новая Point and Click игра, и она доступна уже на Android. Здесь игрокам предстоит сбежать из школы, но в итоге вы будете замешаны в передряги с пришельцами, а еще спасете вселенную. Здесь игры происходят в Аргентине образца 70-х годов, и здесь несколько школьников и еще себе приключения. В общем-то, вокруг них одна скукотища, поэтому когда вы узнаете, что вашему брату нужен бас-гитарист в группу, то все резко меняется. Короче, игрушка весьма симпатичная, так что стоит попробовать. Кибер Файтерс, еще одна классная новинка. Данный проект представляет из себя экшен-платформер, который напоминает предыдущий проект студии под названием Stickman Legends. Это касается не только игрового процесса, но в принципе и графики, и здесь игрок перелегается в такой 2D плоскости и использует различные способности для доминации над своими соперниками. Здесь, в общем-то, игра выполнена в сеттинге Кипербанка, выглядит она тоже весьма-весьма симпатично, так что лично я очень рад такой новиночке. Здесь на заднем фоне можно заметить еще много высоток Детройта, светящихся неоновыми огнями, и многое-многое другое. Короче, тоже клевая игрушка. Что ж, двигаемся далее, и теперь поговорим о новостях, и Activision работает над мобильной версией игрушки Call of Duty Warzone для iOS и Android платформ. Появилась такая информация, что Activision сейчас, в общем-то, находится в поисках сотрудников для новой реализации по франшизе Call of Duty именно под мобильные девайсы. Ее кодовое название FZM, что может опять же намекать на игрушку Warzone Mobile. В общем-то, издателем выступает ПК-геймер, они ищут, в общем-то, исполнительного продюсера именно для этого проекта. То есть, как я понимаю, Call of Duty Warzone будет именно перенесена, портирована на мобильные устройства, и при этом тут будет, скорее всего, что-то похожее именно на полноценный порт, как это было с той же игрой в PUBG. В общем-то, такую формулу можно будет заметить, и будем надеяться, что игра скоро выйдет. Как вы понимаете, игрушка на самом деле Call of Duty Mobile уже есть на Android и iOS, там даже есть режим Королевская битва, но, судя по всему, Activision именно хотят сделать полноценный проект именно с Королевской битвой, только этому режиму, чтобы игра была посвящена, так что будем ждать, надеемся, что скоро игрушку увидим. Shadows of Empires – отличная стратегия, которая продолжает развиваться, и она уже доступна на мобилках, а именно на обеих платформах, на Android и iOS. Это классная онлайн-тре-стратегия в реальном времени, где сражается огромное количество юнитов, и это необычно по мобильным меркам. Здесь мы будем возводить здания, нанимать солдат, вырабатывать свою тактику ведения боя, и всё в этом духе. Зажается тут, кстати, две расы, а именно люди и орки, и мы выступаем за одну из них. Игра крутая, на самом деле она классная тем, что это именно полноценная стратегия под мобилки, так что если любите такой жанр, то стоит попробовать. Ну и закончим мы сегодня ещё одной мега-крутой игрушкой, по которой я скоро буду снимать летсплей, и это игра Саня Верни Сотку. Это хардкорный 2D экшен с сюжетом, и на самом деле игрушка мега весёлая. Тут нас ждёт множество уровней, где на каждом будет своя локация, много врагов и, конечно же, мясорубка с ними. Мы не хотим возвращать сотку, так что отстреливаем наших недругов направо и налево, и используем разные виды оружия. По сути идея игры простая, но при этом она весьма симпатичная и очень хардкорная, так что тоже стоит попробовать. Так, ну что, ребята, на этом наш новостной видосик на сегодня заканчивается. Как обычно, жду от вас лайки, комментарии, и подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну так смотрите мои прошлые выпуски, ссылки оставил в описании, и скоро мы вновь увидимся. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok